Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы «Дороничи» с заботой о традициях, с любовью к земле. Начинается «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. И уже по традиции, по вторникам мы обсуждаем опрос в газете «Источник новостей» рубрика «Выбор города». В гостях у нас Василий Емшанов, главный редактор газеты «Василий, добрый день». Здравствуйте. Какой опрос у вас на сегодня? Ну, мы выбрали непростую тему, тему трагичную, это тему самоубийств. Мы основывались на последних фактах. Вот я могу вам сказать, что в ноябре Кировская область захлестнула необъяснимая волна самоубийств. И в течение одной недели счет жизни свели несколько мужчин. Один из них покончил с собой в гараже, другие выбрасывались из окон. И вот, кроме того, несколько попыток суицида были предотвращены. Вот последнее самоубийство было совершено на днях, 24 ноября, около 22 часов, в поселке Большая Суботиха. В сарае было обнаружено тело 14-летнего подростка, висящего в петле. Вот мы же попытались разобраться, да, в причинах этого массового явления и узнать вообще в целом об отношении кировчан к самоубийцам. И мы на прошлой неделе задали такой вопрос, как вы относитесь к самоубийцам. Я думаю, сразу перейдем к результатам этого вопроса. На пятом месте 6% кировчан, то есть меньшинство, ответило, что им на самоубийцам наплевать. Четвертое место, 12% кировчан сказали, что это грешники. Третье место, 13% проголосовали за ответ, каждый имеет право выбора. На втором месте 30% кировчан, опрошенных нами, сказали, что самоубийцы – это больные на голову людям. И почти 40%, 39%, если быть точным, то есть более трети, сказали, что это люди, которым нужна помощь. В принципе, я проголосал за этот же вариант. Точно такой же опрос вы можете найти у нас на сайте www.kirova.ru. Заходите туда, голосуйте. Но либо же также опрос можно найти и на страничке ВКонтакте. Тоже заходите, пожалуйста, голосуйте. И наш номер телефона – это прямой ферзь 708-502. Вы можете подключиться к нашей беседе, пожалуйста, звоните. И есть еще номер для ваших смс-сообщений 8-909-720-101-0. Пишите и подписывайтесь в начале сообщения. Ну, я добавлю, что вот мы в ходе опроса опросили 832 человека. Да, голосование на этот раз проходило очень активно. Люди обрывали наши телефоны. Там множество сообщений приходило на электронную почту и также на улице. Очень-очень активно проходило голосование. Ну, ты думаешь, вот такой всплеск, столько случаев, это с чем связано? Ну, я повторю, что я проголосовал за варианты. Это люди, которым нужна помощь. И, на мой взгляд, самоубийство – это… Помощь в чем? Помощь. Причин можно назвать множество, да. То есть эта проблема, на мой взгляд, это проблема общества. То есть это проблема равнодушия людей друг к другу. И это, на мой взгляд, проблема, которую сейчас просто необходимо решать на государственном уровне. Ну, ты знаешь, мы уже брали эту тему, говорили мы уже про самоубийца, и был у нас специалист на связи с нами. И он сказал о том, что на самом деле никакого превышения нет. То есть как были эти случаи, так они и есть. То есть это и не больше, и не меньше. Ну, специалисты бывают разные, у разных специалистов разная статистика. Вот поэтому я хотел бы сегодня как раз с вашими специалистами пообщаться у нас в прямом эфире. И вот один у нас уже на связи. Лариса Кочарова у нас на линии семейный психолог, сотрудница Центра социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и вновь у нас с вами эта тема такая непростая. Обсуждаем опрос газеты «Источник новостей», как вы относитесь к самоубийцам. Ваше мнение. Так, как я отношусь? Да, ну, 39% читателей проголосовали за вариант ответа, что этим людям нужна помощь. Вот мы пытаемся разобраться, а в чем помощь, какая помощь? И кто... Кто должен оказывать ее? Кто должен. О чем речь, да. Наверное, должен оказать помощь. По моему твердому убеждению, тот человек, который заметил изменения в поведении, в внешнем виде, услышал странные высказывания. А по каким признакам можно заметить эти изменения? Ранее этому человеку. Ну, человек, который общается постоянно с кем-либо и который действительно эмоционально, грамотный, он обязательно это заметит. Либо, если же он не уверен в том, что поможет, то должен привлечь тех, кто способен оказать эту помощь. Но должен прийти на помощь тот человек, которому суицидант доверяет, который знает сильное и слабое зрение психики и особенности реагирования. Конечно же, должен бы помочь обидчик, который спровоцировал эмоциональный взрыв, повиниться. Ну и, конечно же, специалист, который уверен, что не навредит. Да, Лариса, вы в свое время нам рассказывали о том, как определить близкому человеку о том, что человек задумывается, то есть такие мысли у него появляются. То есть он, наоборот, замыкается, либо становится, наоборот, более активным и как-то пытается, не знаю, долги раздать, какие-то такие вещи сделать, на которые раньше времени не хватало. Ну, то есть какое-то такое поведение, да? Да, оно, конечно же, свойственно. И еще три главные характеристики, вот триада, суициденту свойственно, то, что у него преувеличено негативное восприятие мира, собственной персоной своего будущего. Поэтому здесь действительно нужно подходить очень тонко и грамотно. Помочь может только оптимист, человек жизнелюб, с опытом жизненным, то есть реалист, который с любой проблемой на «ты». Вот это уж что? Вот на ваш взгляд, вот ноябрь месяц можно ли, то есть увеличивающееся количество самоубийств в ноябре, можно ли связать с сезонным фактором и назвать вот ноябрь месяц самоубийств? Вот, вы знаете, я больше склонна к весне, когда идет действительно такая сравнительная характеристика, рассвет природы и увядание, психологическое увядание, какие-то черно-белые тона. Вот я сторонница того, что все-таки суициды больше происходят в весенний период. Потому что осень, она как раз вот эти серые оттенки, они такие приглушенные, они, наверное, больше сродни психологическому фону суицидента. А вот вы говорили, что необходима помощь близкого человека, да, либо врага. Как на ваш взгляд, вот может ли государство помочь в этой проблеме? Государство? Ну, вы знаете, когда есть стабильная материальная база в семье, когда есть определенные какие-то социальные защиты, то, естественно, огромная причина неблагополучия семейного, она сразу автоматически снимается. Поэтому я думаю, что, да, открытое, чтобы финансирование для открытия каких-то центров помощи психологической, социальных центров, центров детского творчества, времяпрепровождения, достойная зарплата педагогов, чтобы это стимулировало настроение хотя бы даже, желание идти на работу и мотивировало на жизненное благополучие. А где люди более склонны к самоубийствам? В крупных городах, либо вот в малых поселениях? Знаете, здесь зависит от, опять же, обеспеченности. И тут сложно говорить, потому что факты фиксированы и в сельской местности, и в городах. Главное, в каком коллективе, в микро- или макроколлективе находится человек? Каков его уровень культуры? Спасибо вам большое за комментарий, потому что мы вас услышали. 708-502, слушатели, это номер телефона для ваших звонков, прямой эфир, пожалуйста, набирайте на 708-502. И номер для смс-сообщения 8-909-720-101-0. Обсуждаем мы опрос в газете «Источник новостей», как вы относитесь к самоубийцам. Вот такой у них опрос в этом номере, рубрика «Выбор города». 39% проголосовали за варианты ответа, что самоубийцы – это люди, которым нужна помощь. Что вы думаете? Пожалуйста, звоните. У нас еще больше пока проголосовали за этот вариант ответа, но время еще есть. В конце передачи мы обязательно озвучим наши цифры. «В петлю лезут только слабые духом люди, которые не знают, как противостоять возникшим проблемам. Выход – правильное воспитание. В мальчиках надо воспитывать мужественность и стойкость. В девочках – материнский инстинкт». Ну вот по поводу того, что в петлю лезут только слабые духом люди, тут очень много разных мнений. В частности, может быть, на слуху как раз то, которое озвучено в одном из популярных фильмов, который сейчас так всем нравится, о том, что как раз-таки наоборот, все, в петлю как раз-таки лезут и дуло в рот себе вставляют люди очень сильные духом, и там даже это каким-то образом объясняется. Ну, в общем, единая точность. Ты-то сам за какой вариант? Из предложенных источником новостей и нами сегодня? Да. Сейчас, я куда-то нажал. Присоединяешься ты к 30-ти процентов? Как вы относитесь к самоубийцам? Ну, на самом деле, я не знаю. Здесь, наверное, нет моего варианта ответа. Я нажал, мне на них наплевать. Ну, собственно, почему я выбрал именно этот вариант ответа? Потому что я не вижу со своей стороны, каким образом я могу помочь каким-то абстрактным людям, самоубийцам. Ну, сегодня мы обсуждаем именно так. Потому что если уж я не увижу в своем окружении самоубийцу, то я никаким образом помочь ему не смогу. А если я увижу, что с человеком просто что-то не так, то у меня не возникает мысли о том, что он может довести себя до суицида. Я просто буду ему помогать, потому что это близкий мне человек. То есть это обыкновенная человеческая логика отношений. Ну, поэтому, скорее всего, мне на них наплевать, потому что чаще всего так и происходит. Если, к примеру, у меня на кухне работает телевизор, и у меня, ну, когда я бываю дома, мама смотрит новости, и краем уха слышит, что там произошла какая-то автокатастрофа и погибло 56 тысяч человек, ну, что-то подобное, то она просто так вскрикивает на секунду, ой, а потом это все забывает. Ну, собственно, как и всем, наверное. Так что, ну, справедлив, мне кажется, на сегодня именно этот вариант ответа. Как бы это цинично, может, не звучало. Да, но это мнение Игоря Рысева. 708-502, вы тоже можете высказаться. Что вы думаете? Присоединяетесь вы к этим 39% людей, которые ответили, что это люди, самоубийцы, это люди, которым нужна помощь. Я вот все-таки до сих пор, я не понимаю, Вася, почему такой ответ вы выбрали, хотя он и лидирует. Я не понимаю, какая помощь. Действительно, вот, ну, то есть, в чем помощь? Нет, ну, помощь... Игорь абсолютно верно говорит. Если ты видишь, что твоему другу плохо, ты в любом случае будешь ему помогать. То есть вот тут что имеется в виду? Действительно какая-то абстрактная помощь абстрактным самоубийцам. То есть если, например, вы видите там человека, пытавшегося совершить самоубийство, пытающегося, то есть вы ему не будете помогать, вы просто пройдете мимо, как я понимаю. То есть если Игорь тебе напоминает, например, ты просто пройдешь мимо, там, улыбнешься и там дальше пойдешь. Нет, ну, это, конечно, уже утрирование ситуации. Ну, допустим, даже если смотреть на... Не рассматривать самоубийца, к примеру, тех же людей, тоже у нас были... Возникали уже вопросы по этому поводу. К примеру, когда ты видишь человека, лежащего на скамейке, ну, грязного, неумытого и так далее. Ну, черт его знает, что с человеком произошло. Чаще всего это пьяные люди, заснувшие там, к примеру, ночью на этой же остановке, к примеру. Но мимо, в любом случае, ну, я считаю, что проходить нельзя. Ну, то есть я вызываю скорую и так далее. То есть ты бегаешь, делаешь... Ну, так получается, что ты тоже пытаешься оказать какую-то либо помощь. Ну, да, но я же не подразумеваю то, что этот человек уже мертв, он совершил самоубийство или что-то еще. То есть это абсолютно адекватная ситуация поведения любого человека. Ну, то есть если я вижу, к примеру, что человек стоит на... Как-то в фильмах бывает высунулся из окна, из 11 этажа и кричит всем, что все, мне все надоело, я проиграл на бирже, ну, понятно, я буду стоять и смотреть. Ну, я не полезу его доставать из этого окна, потому что я не специалист. В таких делах точно никаким образом я помочь не смогу, кроме как, опять же, вызвать, к примеру, скорую, милицию и так далее. То есть оказать минимальную полицию на ситуацию. А мы с очередью дозвонились, да, Кирилла Лебедева, глава департамента социального развития Кирской области. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, такой опрос у нас сегодня в газете «Источник новостей». Как вы относитесь к самоубийцам? Ну, вот ваш комментарий нам тоже интересно услышать. Ну, вы знаете, как бы в этом вопросе я разделяю подход русской православной церкви. Вот я считаю, что человек должен стремиться справляться с выпавшими ему испытаниями. И то, что дает судьба, надо преодолевать. То есть надо находить в себе силы. А то есть вы считаете самоубийцам грешниками, как я понимаю, да? Ну, я считаю, что человек создан не для того, чтобы сдаваться. Вот посмотрите, 39% читателей проголосовали, что это люди, которым нужна помощь. Вот мы сегодня пытаемся разобраться, а какая помощь должна быть? То есть это какая-то такого частого характера? Или же, не знаю, может быть, от государства какая-то помощь? И вот сейчас мы видим такое повышение большое количество самоубийц. С чем это связано? Почему это происходит? Ну, вы знаете, как у классиков, да, каждая счастливая семья похожа друг на друга, каждая несчастная несчастлива по-своему. Вот. И здесь нужно в каждом конкретном случае общаться с человеком и выяснять. Здесь не может быть разделения на частную, государственную помощь. Надо понимать, а в чем человек нуждается. Иногда достаточно с человеком просто переговорить. Ну, а есть ли какие-нибудь специалисты, которые должны вот это выполнять? Такие функции? У нас даже, я так понимаю, в стране ряд вузов готовят профессиональных психологов, которые занимаются и в структурах МВД есть люди, которые в том числе выезжают по звонку обеспокоенных граждан в ситуации, когда нужно пресечь уже непосредственно попытку самоубийства. Конечно, такие люди есть. Ну, вот я сейчас зашел в интернет, да, и видел очень много сотни групп, посвященных там о том, как совершить самоубийство. Да, человек, вот ведется ли вообще на государственном уровне какая-нибудь борьба вот с этими интернет-сообществами? Вы знаете, там, центр в МВД, насколько я знаю, там, по борьбе с экстремизмом и терроризмом постоянно мониторит сайты. С точки зрения, как бы, там, бреда для государства, да, подобные сайты, я считаю, что они наносят не меньший урон. И, конечно, это не в полномочиях департамента соцразвития мониторить сайты. Наверное, заинтересованные органы должны это делать. А вот есть ли еще статистика у вас в распоряжении по поводу того, сколько больше либо меньше совершается самоубийство в Кировской области по сравнению с соседними регионами? У меня, к сожалению, нет под рукой этих цифр, но комиссия по делам несовершеннолетних, которую курирует Александр Александрович Галицкий, зампредправительства, такими данными обладает. У нас услышали. Спасибо вам большое за комментарий. До свидания. Слушатели, заходите к нам на сайт. Опрос у нас там точно такой же, как и в газете. Такие же варианты ответов. Проголосуйте. В конце программы озвучим результаты, посмотрим, что вы думаете и совпадает ли ваше мнение с мнением читателей. Дмитрий пишет «Самоубийство неотъемлемая функция общества, смысл которой заключается в самоочищении и избавлении от слабых. Пусть делают с собой что хотят». Но вот все-таки это слишком радикально. Несмотря на то, что... Ну, почему, кстати, я выбрал... Меня тут некоторые ругают. Почему я выбрал... Мне на них наплевать. Ну, потому что это предложил источник новостей. Значит, эта версия имеет место быть под собой. Ну, то есть вот и у нас, к примеру, на сайте ответили так 9,5%. Ну, что с этим поделать? Значит, вот в обществе есть такие настроения. Как и это грешники, каждый имеет право выбора, и это больные на голову люди. Что, кстати, тоже не самый... Не может быть не самая удачная формулировка, может быть, по мнению некоторых. Как и мне на них наплевать. В частности... Между прочим, у нас за этот вариант проголосовало 30%. То есть почти третье. Вот у нас меньше. У нас все-таки людям хотят помогать, понимаешь? Ну, как помогать? Пока, по-моему, мы все-таки определиться с этим не можем. И все-таки кто должен помогать? Опять же, вот если ты меня спрашиваешь по поводу того, к примеру, как я буду помогать самоубийце, который вот готовится к совершению суицидной вакуи. Я говорю о каких-то конкретных мерах именно со стороны государства. Ну да, но вот здесь у нас появляется вопрос о участии государства. Например, давным-давно в Японии, если быть точным, в 2006 году, был принят закон о борьбе с суицидами. То есть там перечислены ряд мер, которые необходимо благодаря этому закону реализовать среди населения. Вот они, например, какие меры предлагают? Ну, в законе прописаны, например, механизмы оказания помощи семьям, в которых имели место суициды, место самоубийства, рекомендации руководства различных фирм и компаний по организации здорового психологического климата внутри организации. Ну, это, в частности, наверное, вот эти куклы или директоры, которые можно... Возможно, да. Также различные пиар-компании, просвещение и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, в России подобного я сейчас пока не вижу. А ты как думаешь, все-таки столько много случаев у нас в Кирове, если посмотреть с другими регионами? То есть вот это помощь от государства? Это как-то у нас регион? Регион такой депрессивный. Я только что задавал этот вопрос Кирилла. Ты-то, да, я помню, что ты задавал вопрос. Ты что думаешь по этому поводу? К сожалению, статистика, как у Кирилла Сергеевича, так и у меня на данный момент нет. Я думаю, если мы... Ну, у тебя есть свое мнение. Понятно, что нет статистики, но ты как можешь оценить? То есть, не понял вопрос. Ну, то есть, ты вот как думаешь? То есть, это проблема именно государства или это вот потому что у нас регион такой, поэтому столько много случаев было за последнее время? Ну, это в целом проблема как региона, так и государства в совокупности. 708-502 набирайте наш. Это прямой эфир. Ваша точка зрения. Как вы относитесь к самоубийцам? Это опрос газет «Источник новостей». И несколько вариантов ответов можете найти у нас на сайте www.hackero.ru. Заходите туда, голосуйте и также пишите смс-сообщение 8909-720-101-0. Подписывайтесь. Игорь обязательно смс-почитает. Вот последний случай, который произошел, вы помните по причине чего покончил с собой вот ребенок? Спасибо, у тебя же есть данные, ты говорил. Нет, у меня есть только, то есть у меня есть только, ну, перечислил несколько случаев. Там, как я понимаю, это произошло 24 ноября, как я понимаю, до сих пор в этом случае разбирается следствие и пока, то есть до конца там конечные причины неизвестны просто. Просто вот, насколько я вспоминаю, там в большинстве случаев это все-таки какие-то проблемы в семье, либо подростки начинают как-то слишком серьезно как-то выплескивать свои эмоции на окружающий мир после каких-то своих там любовных похождений. То есть и все, там настает какой-то коллапс и человек не может с этим справиться сам. Ну, ребенок в частности и плюс тут накладывается еще ситуация... Но это переходный период, это же все это... Ситуация в семье. Проходили это. Просто, мне кажется, сейчас в обществе очень много, во-первых, говорится об этом, во-вторых, дети в интернете находят вот эти же группы, про которые мы сегодня говорили, где как раз все это культивируется, и там куча способов, я сама посмотрела, там действительно подростки обсуждают, а вот вот такой есть, вот такой способ, это же ненормально. Вот когда Вася говорит о том, что в Японии, да, это закон, если в Японии есть закон, который регламентирует вот порядок работы с подобными людьми, самоубийцами, тем более там, если, к примеру, говорить о том, что у них есть уже, к примеру, рецидивов, и вот с этими людьми они непосредственно работают по этому закону, нормативному акту, то мы, наверное, забываем о том, что у нас может быть не до конца структурировано и не до конца введено в рабочую систему законодательство, которое касается защиты детей обеспечения в той же школе, к примеру, и чтобы за ними каким-то образом следили, наблюдали вот в жизни, а не когда они готовятся уже к смерти. То есть если вот нам такой закон, мне кажется, пока не нужен, потому что у нас законы, предупреждающие эти действия ребенка, к примеру, они не работают, если. Может быть, тогда стоит задуматься об этом. Мы сейчас дозвонились до Николая Голованова, руководителя областного общественного движения Общества борьбы за народную трезвость. Николай, здравствуйте. Добрый день. Да, обсуждаем мы сегодня разгадите «Источник новостей», как вы относитесь к самоубийцам, ваши отношения, и, ну, все-таки, наверное, не секрет, что многие такие случаи человек идет на... идет, чтобы совершить суицид, именно в состоянии опьянения. Ну, давайте я разделю свой ответ. Да, тяжелая тема сегодня, сложная у вас, в общем-то. Ну, наверное, надо такие темы поднимать тоже. Во-первых, я православный христианин, да, прихожанин русской православной церкви, московского патриархата, и поэтому, как любой христианин, я отрицательно отношусь к самоубийцам. Самоубийству, да, самоубийцам – это грех, это смертный грех, да. Вот у меня такая моральная установка внутренняя. Что касается второй составляющей, что касается второй составляющей, вы знаете, я всегда говорю о том, что пьянство и наркомания, да, это самоубийство. Просто оно, в отличие от петли, бритвы по венам или там прыжка с высоты, оно растянуто по времени. Стакан, понюшка, косяк, игла – это такое же самоубийство, как прыжок с девятого этажа. Просто это растянуто по времени. Вот и все. И еще одно. Вот я слышал просто немножечко о том, что говорилось о законодательной базе, еще о чем-то. Но должно сформироваться с измольства, с измольства. Должно формироваться у детей, ну, у подростков это уже должно укрепляться, вдалбливаться, прерогатива, в общем, превышшей ценности человеческой жизни. Пока это вот этим, вот этой прерогативой человек, ребенок, подросток не будет зомбирован, ну, ну, куда денется? Вот такое явление. А благодаря чему этого можно добиться? Ну, еще раз скажу, что пьянство и наркомания это такое же точно самоубийство, как петля, прыжок с высоты или там какие-то другие способы, о которых говорить нельзя. Ну, да, но на самом деле посредством чего должно формироваться такое у ребенка ощущение? Потому что человеческая жизнь, она самая главная. Если, ну... А я скажу, я скажу, отказа от коммунистических ценностей. Отказа от так называемых коллективистских коммунистических ценностей. Ну, честно говоря, мне кажется, на протяжении последних, ну, лет 15 точно, они культивируются очень слабо уже. Ну, поверьте мне, может быть, они культивируются очень слабо, но это замяк похлеще курея и борщевика. И он можно не культивировать, он в сознании. Государство, все, человек, ничто, человеческая жизнь, копейка, что такое солдат, бабы, еще нарожают, понимаете? Вот это все сидит в нашем сознании. А каким-то образом может так просто... превыше всего, личность человеческая превыше всего, ну, давайте будем ценить себя, давайте учиться себя ценить. А если это находится в нашем сознании, каким образом можно просто так взять и отказаться? Отказаться? Вот так вот просто, просто ничего не делается. Просто, это вопрос лет, вопрос лет, да. К сожалению, это такое, это будет всегда. Другой вопрос, что это усугубляется, конечно же, вот, я говорю, что пьянство, наркомания, это только усугубляется. Вас услышали. Да, спасибо. Спасибо вам большое за комментарии. Николай Голованов, руководитель областного общественного движения общества борьбы за народную трезвость. Ну что, закрываем эту тему, да, опрос у нас там остался. Посмотрим мы результаты уже совсем скоро, сейчас быстренько сходим на рекламу. ...для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке агропромышленной группы Дороничи с заботой о традициях, с любовью к земле. Дневной разворот Кирови продолжается. Ну что, Игорь, давай посмотрим результаты опроса, как у нас слушатели проголосовали. Как вы относитесь к самоубийцам? Люди, которым нужна помощь, ответили 52,5%. Это больные на голову люди, 14 с небольшим. Каждый имеет право выбора, примерно столько же. Это грешники 9,5%, и мне на них наплевать 9,5%. Ну, большинство, то есть люди, которым нужна помощь. Вот так относится к ним наш радиослушатель. Ну да, вот, кстати, тоже слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы высказаться вот по вашей теме. Значит, то, что это больные на голову люди, я не согласна. Во-первых, человека может загнать в безвыходную ситуацию наша жизнь, которая сейчас, сами знаете, насколько тяжела, безработица, отсутствие денег, да мало ли всего, может быть, потеря близких, ребенка, я не знаю, там, ну... Ну, а вы-то как относитесь к таким людям? Я с сочувствием и пониманием, потому что вот 20 лет назад моя знакомая, ну, совершила, так сказать, суицид, оставив малолетнюю дочь. Что она была слабым человеком или там, неуравновешенным, или там еще какие-то у нее были психические отклонения, я сказать не могу. Проблемы у нее были, у нее были сложности по работе. Понимаете, собрался такой клубок проблем, которые вот она, наверное, ну, не могла для себя перебороть. И в этот момент никто не оказался вот рядом, кто бы сказал слово поддержки, сочувствия там, ну, как-то ее поддержал. Все, она заранее об этом не оповещала, не кричала, не говорила, что я сейчас выпрыгну. То есть она это сделала, но на это, я думаю, ей было очень нелегко решиться. Поэтому, значит, отношение к этому сложное и, конечно, должна быть психологическая помощь, чтобы, ну, таких людей как-то психолог отслеживал, может быть, на ранних стадиях поддерживал. Может быть, я не права, я не знаю. Это мое мнение. А все-таки, в итоге-то, что все-таки послужило-то причиной тому, что она пошла на этот шаг? Ну, то есть это какие-то серьезные у нее были проблемы там? Вы знаете, у нее проблемы, ну, первое, с работой. Она потеряла работу, о которой мечтала всю жизнь, так сказать, вот на которую попала и проработала три месяца. Далее у нее в личной жизни, ну, произошло расставание с мужчиной, которого она любила. И что-то, видимо, еще. И вот, понимаете, и даже ребенок, то, что у нее был ребенок шестилетний, и она была мать-одиночка, ее не остановило. Так что, вот, ну, я не знаю даже. Спасибо вам, звонок. Спасибо. Ну, что, все-таки тема сложная, да, закрываем мы ее. И хочется узнать, Вася, в следующий раз, какой у вас будет опрос. Ну, в следующий раз мы предлагаем обсудить тему, тему очередного переименования, или же, как правильно говорить, возвращение исторических названий к Кировским улицам. Но все, наверное, же в курсе, что Совет по Топониме согласился с переименованием четырех улиц в Кирове, то есть улиц Урицкого, Володарского, Дериндяева и Мопра, и в случае одобрения в декабре Гордумой улицы будут, соответственно, переименованы Успенскую, Никитскую, Всехсвятскую и Острожную. И мы решили спросить Кировчана, нужно ли переименовать улицы и предложить варианты ответов. Первый, однозначно нужно. Второй, оставьте улицы в покое, займитесь делом. Третий, необходимо переименовать, но не сейчас. И последний, четвертый, мне все равно жизнь лучше не станет. Ну, это следующий опрос газеты «Источник новостей». Василий, спасибо, что сегодня был с нами. Спасибо вам. Прощаемся с тобой. Да, ну и сейчас нам хотелось поговорить еще одна тема у нас, да, Игорь Представьевич? Ну, может быть, отчасти она взаимосвязана с той, которую мы обсуждали до этого. Последнее время у нас Амутницк прославился в очередной раз, но уже не противостоянием дальнобойщиков с ракетирами на трассе, а некой паникой, связанной с публикацией в газете Амутницкий Вести Плюс заметки в разделе развлечений, анекдоты о конце света. Тибетский монах дал какие-то рекомендации, советы, я так понимаю, что даже не Амутницам напрямую, а в принципе, с тем, чтобы каким образом встретить 21 декабря. вот этот день, который ознаменован предсказаниями концом света. Да, ну вот интересно, журналисты наверняка и не задумывались о том, что будет такой ажиотаж. Разместили на последней странице, где развлечения даже не сами написали, а сделали перепечатку статьи с сайта фонтанка.ру и в итоге вот такие вот последствия, что люди побежали в магазин закупаться. Мы в Амутницке не были за последнее время и, к сожалению, оценить обстановку изнутри не можем, но по крайней мере о том, что сообщают наши коллеги, можно сказать, что теперь там готовятся в первую очередь не к Новому году и покупают не подарки, а спички, керосин и вот создают себе такой набор для встречи уже не Нового года, а конца света. Кто-то над этим смеется, кто-то об этом пищалится, в частности, даже те люди, которые смеются над своими же как-то говорится, когда ты в одном городе живешь. Над теми же людьми, с которыми ты живешь по соседству, грубо говоря, все равно в итоге покупают эти спички, как потом оказалось. Ну да, но смеется или печалится по этому поводу генеральный директор газеты Мутницкий Вести Плюс. Мы узнаем прямо сейчас. Игорь Хударев у нас на связи. Алло, добрый день. Добрый день. Очень нам интересно узнать по поводу этой статьи, которая размещена, и те последствия, которые она повлекла за собой, такой ажиотаж. Прокомментируйте, пожалуйста. Мы даже не подозревали, что простая обычная заметка вызовет такой серьезный ажиотаж, но паники какой-то особой нет, но ажиотаж, конечно, возник, и, честно говоря, мы даже не знаем причин возникновения этой паники. Ну, то есть паника действительно есть, потому что мы же не в Мутницке, мы не можем действительно оценить масштаб этого, да? Может быть, это все делается для того, чтобы... Это не паника-паника, то есть люди не бегают там по улицам с криками конец света, скупают свечки, спички, соль. То есть это действительно происходит, это не пиар, не реклама вашего издания, что такая статья? Мы на самом деле не ожидали такой реакции. Заметка была напечатана на последней странице в разделе «Отдыхай», после анекдотов и рекламы. И даже не думали, что вызовет такой реакции. А как вы можете оценить, в основном вот люди, которые сейчас готовятся теперь уже не к концу года, а к концу света, это что за люди такие? Какая прослойка-то? Кто в основном воспринял это за чистую монету? А все абсолютно слои. То есть, если началось, видимо, как обычно, с бабушек, которые что-то не так прочитали, то потом стали закупаться практически все. Ну, не все, конечно, но очень много и молодежи закупаются, и среднего возраста. То есть, непонятная реакция. Люди вроде бы все образованные, умные, но повелись на такие вещи. Вот еще у меня вопрос. Но все-таки, я так понимаю, что в Амутнинске ведь есть не только Амутнинске Вести Плюс. Есть еще очень много СМИ, и за последний год, пару лет, десятилетия даже, сто тысяч раз уже было оговорено о том, что у нас тогда конец света, еще один будет, и еще не за горами шесть или восемь. Почему вдруг сейчас, после заметки в разделе анекдоты, ну или там развлечения, люди так серьезно это восприняли? Как вы считаете, откуда это взялось? Я вот, если честно, я не знаю просто. Мы думаем, что мы просто стали какой-то, может быть, последней каплей в потоке этих сообщений, и раз мы местная пресса, то нам просто, видимо, поверили. Не нам, а этому монаху. Ну, мне очень странно, действительно, почему поверили вам, ведь столько много об этом говорится, все знают про 21 декабря, и, в общем-то, не написал об этом только ленивый, мне кажется. Почему другие люди как-то адекватно к этому относятся, а в Мутнинске вот... Я слышал, у вас опровержение даже просят. Да, не то, что опровержение, но что мы будем опровергать, что вы напишете? Нет, вы заверяете, что не будет конца света. Какое опровержение? Что нужно написать? Мы просто хотим написать, чтобы люди успокоились немножко. То есть, чтобы они Новый год встречали, а они к концу света готовились. Игорь, вы сами-то верите в то, что конец света будет? Нет? Вы готовитесь? Нет, конечно. Спасибо вам за комментарии. Спасибо. До свидания. Игорь Хударев, генеральный директор газеты Амутнинский, Вести Плюс. Вот верить надо в то, что Новый год придет. Ну, он-то точно придет. Тут уж никуда не деться. Равно как и сейчас у нас придет студия Ольга Близина. Вот она уже идет. И это значит то, что сейчас будут новости. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день. В эфире новости. У микрофона Ольга Близина. Школьник повесился перед отправкой в интернат 17-летнего подростка. Нашли повешенную в сарае в поселке Большая Суботиха в ночь на воскресенье. По предварительным данным Первомайского следственного отдела признаков насильственной смерти не обнаружено. На месте происшествия нашли три предсмертных записки, в которых потерпевший просит в своей смерти никого не винить. Установлено, что незадолго до происшествия подросток расстался со своей подругой. Очень переживал. Кроме того, юноше предстояло поездка в интернат, поскольку его мать была лишена родительских прав. Лжевуческовый избил и ограбил жителя Нововятск. Он ворвался в квартиру дома по улице Индустриальной, заявив, что он участковый и показал красные корочки. Грабитель избил 49-летнего хозяина квартиры ножкой от табурета, забрал телевизор, монитор и сотовый телефон, сел в такси и отправился в ломбард. По данным ОМВД, нападавший задержан, красные корочки оказались старым пропуском на территорию завода. Родина начинает серию домашних матчей. Сегодня кировская хоккейная команда сыграет с казанским «Динамо». Матч начнется в 7 часов вечера. Родина пока опережает соперников турнирной таблицы после семи игру Кировчан 15 очков и третье место, у «Динамо» 13 очков после шести матчей и пятая позиция. К этому часу все в студии работала Ольга Близина. Лето приходит и уходит. Зимой же холодно всегда. Готовьтесь к холодам вместе с магазином «Печка». Камин или печь наполнят ваш дом теплом и уютом. Звоните прямо сейчас. Магазин «Печка» 77 77 29 Новый разворот продолжается. Ольга Близина все еще у нас в студии. Ольга, только что мы говорили про конец света, про эту статью. Опять говорили про конец света. Так к чему готовишься? Концу света или концу года? Я пока жду, да, конца света все-таки будет он или нет. Но нет, я не готовлюсь, вот так я вам скажу. Спички не покупаешь? Спички, мыло, все это я могу отдать вот кому нужно. То есть ты хочешь посмотреть, будет конец света или нет, а потом уже решишь, готовится к Новому году или нет. Может, не стоит того. Ну, примерно так. Мне кажется, это самое разумное в этой ситуации. Уходим мы на тематические программы и скоро вернемся с другой темой, тоже очень важной. ЖКХ у нас на Повеске дня. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok